27 тонн уникального рачка, обитающего в озере Эбейты, попытались вывезти из Омской области. В очередной раз груз без документов обнаружили в фуре, которая направлялась в Казахстан. В последние годы за водные биоресурсы развернулась борьба за рачков, готовы платить миллионы рублей. Все подробности в нашем сюжете. С виду кажется, что это обычный песок, но это цисты артемии, уникальные яйца микроскопического рачка, обитающего в соленом озере Эбейты. Сейчас все 444 мешка ценного груза изъяли. Водитель, гражданин Российской Федерации, представил на груз документы, оформленные на комбикорм для животных. Но в данном случае, естественно, документы признаны недействительными, потому что фактически в кузове автомобиля находились водные биоресурсы. Значит, никаких документов о происхождении цисты артемии, о их безопасности, о законности их добычи представлено не было. Что делать с этими рачками, в управлении Россельхознадзора пока не решили. Всего с начала года у браконьеров изъяли 30 тонн уникальных рачков. Их используют для изготовления биодобавок и лекарств. Кроме того, в азиатских странах они служат кормом для креветок. Спрос на рачков большой и платить за них готовы немало. В среднем цена 500-600 рублей за килограмм. Некоторые партии, конечно, хорошего качества могут стоить и выше. В странах Юго-Восточной Азии очень развита искусственно выращенная рыба. То есть с развитием аквакуультуры, выращиванием креветок, креветочных строительств, креветочных ферм очень много, и искусственного выращивания рыбы. Но потребление очень сильно выросло. На озере Эбейты – единственном месте, где в нашем регионе есть рачки, их промысел официально разрешен только одной компанией. Но несмотря на круглосуточную охрану, сюда все равно приезжают браконьеры. За сезон они вывозят десятки тонн цисты, которую продают перекупщикам, а те уже отправляют рачков контрабандой в Казахстан. По мнению экологов, бесконтрольный и непрофессиональный промысел может нанести вред озеру, памятнику природы федерального значения. Когда идет чрезмерный период лов, конечно, это подрывает, во-первых, популяцию. Вот такие вот, я бы сказал, басмаческие налеты, конечно, они не способствуют улучшению именно этой экосистемы. Кто скажет, что вот эта вот последняя, что эта добытая тонна не будет последней и не подорвет как раз популяцию вот этого рачка. Каждый год браконьеров штрафуют и конфискуют орудия незаконного лова. Впрочем, эксперты считают, что бороться нужно в первую очередь не с теми, кто нелегально добывает рачков. Многих на это толкает отсутствие работы в деревне, а с теми, кто стимулирует браконьеров и реализует товар на черном рынке. Елизавета Васильевича, Алексей Попов. Новости здесь, Омск.